С тобой, ласточка, с тобой, гимназистка, Со вкусом недолечного гриппа, Нельзя не вспомнить виноград мясистый Под радионавязчивые хрипы, Под визги о совечной гармошке, В слепое небо воспалённо зря. Под тем другим мы были словно мошки В медовом полумраке янтаря. Простуду неж в ладошку кашляй глухо, Входи в инваль, как в сумрачную роль, Но наклонись, я прошепчу на ухо Четыре слова, солнечный пароль, Пускай играют, баха на гармонии, Пусть моцарь прозвучит на балалайке, Там гимназистка, дочерей гармонии, Твоих сестёр, порхающие стайки, Им без тебя никак. И второе про гимназистку. Оловяное небо припало к ребеющей луже, Столько горечи жгучей в коммерчных глазах голубей, От душа это ветошь тобой позолоченных кружев, Гимназистка моя обернётся бедою тебе. Снега нет и не будет, Твоя черноморская осень Пахнет кровью морской и солью дремучих обид. Снега нет и не будет ни ныне, ни приста, ни после, Только сердце твоё кружевами спасают взнобит. Заберёшься с ногами на старый диван и читаешь, Даже в брофе сырой есть в кружении хрустальная нота, И летишь от того, и в безумную птицу влетаешь, С умошедшую ласточкой в Божье окно. А вот абсурдно алкоголически, Написал тогда был пьян в Дрибадару, Не знаю, сказалось это на качестве, Это сказалось, скорее, на количестве, Поскольку из меня это стихотворение, Лилось буквально как у урины, Человеку выпившего 2 литра пива, На размере, то есть на количестве это сказалось, Не знаю, как на качестве это сказалось. Это называется записка охотника, Записка охотника, точнее, называется. Как хорошо зимой, проговорив, При взгляде в зеркало, Привет тебе, привет, Пыль отерев с бутылок бывших пив, Отправиться сдавать их чуть рассвет, А красит поздри сопки и снега, Как некий разудалый предвижник, Бенчать стеклом, вдыхать тугую гарь, Как хорошо здесь в утепленном нижнем, Превать, что жизнь пройдет и нет другой, А может есть, но лучшее не светит, И скромишь проводами и дугой, Мелькнет в отче она, и теми этим, Никто в глаза не скажет ей, постой, Кто это с ангельской улыбкой, кто-то пьяный, Он мне грозит бутылкой пустой, Шумя, как мышь, в отчреве фортепиано, А я мечтал, ну что ж, домой приду, Попросит жрать упрямой утроба, А после ветер будет медно дуть, И вечер принесут, как крышку гроба, И лишь пошел на убыль, отбив дня, С ногами в кресло, носом ветхий том, Он сладко пахнет старостью пьяня, Подробно в нем написано о том, А впрочем лучше Бога не гневя, Сухую снеть употребив на ужин, Мечтать, что прочитают и меня, Щекочущие, испытывая ужас, И поместят поближе к полу на полку, Зачем ты смотришь на меня, Моя двустволка? Сказалось, на качестве алкогольной опьянения? Нет, вообще-то, честно говоря, На качестве нет. Когда страницы городского парка Становятся огня ко дню белей, Когда табак спасает и заварка, И письма пиктограммы голубей, Оплаченные гречкой на карнизе, Стихи про осень спалую листвой, Ее печально смертной вязкой слизью, Меланхоличный дарящий покой, Тогда нам фатум стелить простыню, Белее, чем снег, заманчивее, Свежее, и два мычавших в судорогах ню, Насытившись, закурят, а не имеют, И в этой благодарной немоте Невинность глаз и влажность прямой кожи Совсем уже не прежние, не те, А старче-старческих, младенческих, моложе. Межизголовий каменных клобища, Где в их пуклы горбы земной щиты, На площадь голубиных таковищей Меня за руку выволок лоты, В скипающую кашу сизых крыльев И перечных с горчинкой зрачков, По отдых отвращения скрыть не силивсь, Выгуливали бабы мужичков, Смеялся череп сквозь стекло аптеки, Польшие ясвом на телах домов, Над этим протекали в небе реки Фабричник закипающих дымов, Урча мы сели в крохотном кафе И заказали по-турецки кофе, Который нам принес седой эффект, Волоча, как знамя, горбоносый профиль И, сделав две затяжки, два глотка, Ты улыбнулась, глядя надо мною, Туда, где облаком кусок небесный ткан, Над зарево чешуйчатой спиною, Напомнив мне забытый крепко сон Из прошлого забытого едва ли, Я сказал, издав счастливый стон, В соите от кайфа и печали, Теперь тебя пугает даже ропот До белизны испуганного снега, Но чёрный взгляд, в нём вековая копоть, Пожарящий татарского набега. Как ты сам понимаешь, Костное отношение к исламу имеет Кофе по-турецки, И пожарящий татарского набега Понятия не имею, дошедших до львов Или не дошедших, понятия не имею, Вынужден в своей некомпетентности В этом вопросе признаться честно. Или вот, в моей душе, Проснувшись от тревожно, Крик чайка растворился едкой солью, Но ангелов явлений несложных, Метавшихся по спальне райской морью, С невзрачными и хрупкими крылами, В попрании законов нелюбви, Соединило то, что было нами, Сумело нас в узоре едины свить, В блаженное хрипенье немоты, Не разделяя нас на я и ты, Не ведая, что это пик агонии, О смерти от прозрения ладоней. А вот Марко Поло, Такой психопатический мой Марко Поло, Так скажем, переевший антидепрессантов Марко Поло. Ну вот, само ощущение, По прошедствии этого времени, Не знаю, насколько, Попытался передать в этом стихотворении. Холодное пространство января, И время, исчисляемое снегом, Идущим приступом на тополей древлян, Азийским нескончаемым набегом, Вот час уже, как вает он на нас, И кот поет домашний месистофель, На кухне обеспечивает газ, В возгонку золота, Процесс готовки кофе, И чудица, и флитов голоса, В звенящих струнах злого рок-н-ролла, Бывают и похлеще чудеса, Спи наяву, читая Марко Поло, И видя ангелов, пришедших за тобой, В одежде санитаров из больницы, Катя по городу в машине роковой, Не просыпайся, это только снится. Вот такой, вот такой, вот такой.